Всем привет! На календаре 18 ноября вы на канале про деньги и рынки. Меня зовут Максим Журлев. Давайте посмотрим текущую ситуацию на рынках, обсудим последние новости и попытаемся понять, какие перспективы нас ждут. Итак, вот московское время сейчас 12 часов дня и 10 минут, пока я записываю данное видео. Мы сразу видим о том, что нефть марки Brent у нас сейчас растет, буквально растет на 0,8%. В общем, это внутридневной неплохой рост. Этому тоже есть объяснение, сейчас мы эту тему обсудим. Российская валюта у нас укрепляется и укрепляется уже на отметке 75 рублей 70 копеек, пока записываю этот обзор. Но вот здесь по валютной паре доллар-рубль я хотел бы обратить внимание вот на этот час, на второй час торговли. Мы с вами увидели достаточно немаленький объем, вот обращая внимание вот на эту свечечку, и увидели здесь хвост покупателя. То есть, это говорит о том, что очень высокая вероятность, что именно вот здесь совершались покупки доллара США или как минимум закрытие коротких позиций против рубля. Завтра по отчету Московской биржи мы с вами посмотрим. Есть вероятность, что здесь были закрыты короткие позиции. Но, по крайней мере, мы не будем сейчас делать преждевременных выводов. Это все уже будет видно завтра на отчетах. Итак, теперь далее. Значит, у нас индекс Московской биржи немножечко так умеренно, я бы не сказал, что прямо растет. Но, тем не менее, мы с вами видим небольшой такой очень сглаженный, очень аккуратно осторожный оптимизм. Например, в акциях компании Сбербанка на 0,7%. Ну и у нас сегодня подрастает немножечко аэрофлот на 0, точнее на 1,2%, пока, по крайней мере, пишу этот обзор. Итак, давайте сейчас все-таки посмотрим, что у нас с нефтью, почему нефть сейчас у нас растет. Давайте сегодня вернемся в мой утренний обзор. Кто не смотрел его, пожалуйста, ссылка сейчас в правом верхнем углу у вас на экранах. Давайте вспомним о том, что у нас впереди серьезное заседание, серьезное событие из рынка нефти. Это заседание ОПЕК+, которое состоится 30 ноября. На этом заседании будет приниматься решение относительно дальнейшего соглашения ОПЕК+, в части с каких количествах добывать нефть и сколько сокращать. Вот буквально на этих днях проходили мониторинговые разные комитеты, они периодически проводятся. И вот последний крайний из них, на котором не было однозначного решения, что делать. То есть, в ОПЕК+, представители этого объединения до конца еще не могут решить, что, какие действия предпринять, что делать, добывать или в каких количествах, или оставить все как есть, или увеличивать. Короче говоря, одни вопросы. Но, тем не менее, рынок сейчас постепенно восстанавливается, постепенно растет. Лишь только в основном на ожиданиях вот именно вот этого собрания, так называемого, которое состоится 30 ноября. Поэтому ждем. На этом фоне, конечно, у нас укрепляется российская валюта, торгуется она уже на отметке, как мы уже посмотрели, около границы 75,72 копеек за американский доллар. Евро у нас тоже, понятно дело, укрепляется. Но по евро здесь вот это вот укрепление, оно более сглажено. То есть, здесь позиция евро против российского рубля более сильная. Мы эту тему уже обсуждали дважды. Мы говорили о том, что евро это потенциальная вот такая валюта, которая может противостоять возможной девальвации доллара, о которой мы с вами говорили. Но и давайте, тем не менее, сейчас в этом коротком обзоре пробежимся по таким кратким новостным заголовкам, которые, на мой взгляд, тоже могут добавить, так сказать, информации и понимания в общую картину происходящего. Для этого я сейчас уберу свое изображение. Давайте сразу начнем с того, что у нас появляется уже не один день подряд новости о том, что Центральный Банк России продает валюту в объемах 64 миллиарда рублей в день. Он это делает регулярно для того, чтобы снизить, так сказать, волатильность на рынках. Поэтому, даже знаете, вот сегодня вот это движение, которое мы сами увидели на открытии, в какой-то мере здесь очень похоже было действие Центрального Банка. Я, конечно, не готов утверждать это на 100%, но когда при открытии вот такой резкий идет провал, резкое укрепление российской национальной валюты против доллара, против евро, здесь, конечно, вероятно, очень какой-то серьезный участник работает, поэтому вот эта новость, она в какой-то мере может коррелировать с тем, что сейчас происходит на рынках. Но, естественно, как мы с вами уже обратили внимание, что рубль коррелирует, конечно же, с нефтью. Нефть у нас сейчас подрастает, но по нефти, если сейчас вернемся на этот график, здесь у нас есть, конечно же, потолок. То есть, сейчас я не думаю, что трейдеры, инвесторы на валюту, точнее, на рынке нефти смогут задрать котировки нефти выше 45 долларов за баррель. Но, по крайней мере, я в это очень слабо верю, практически, можно сказать, сомневаюсь. Тем более, у нас сегодня будет статистика по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах Америки. Есть высокая вероятность то, что она покажет увеличение запасов, поэтому вот этот рост, он, возможно, сменится обратной тенденцией, поэтому вот на этом уровне я полагаю, что российская валюта остановится, и мы сегодня даже будем в какой-то мере уже во второй половине дня, может быть, даже разворачиваться и будем делать попытку восстановительного роста по валютной паре доллар-рубль и по евро-рублю то же самое. Теперь далее. Вот интересная новость, на мой взгляд, суверенный фонд Саудовской Аравии продолжает продавать акции Соединенных Штатов Америки. Вот эта история с этим фондом, она тянется практически весь 2020 год. Дело в том, что весной, наверное, в начале лета этого года, тогда, когда была первая волна распространения коронавируса, вот эти первые локдауны, так называемые, так вот тогда, когда рынок обвалился, появились новости о том, что вот этот фонд очень большими объемами закупился акциями американских компаний. Тогда он покупал компании, такие как Facebook, покупал Royal Dutch Shell, это англо-голландская компания, известная мировая по добыче нефти. Marriott International, это гостиницы. Boeing покупал, Bank of America, Citigroup и так далее. Но сейчас появляется информация, что он начинает эти акции продавать. Продавать он, естественно, их сейчас совершает, продажу, точнее, с прибылью, разумеется. По сути, он покупал их на отскоке, то есть, тогда, когда после обвала акции начинали восстанавливаться, тогда он купил эти акции, сейчас он их продает. То есть, получается, что это, знаете, такая фактически спекуляция на уровне уже суверенного фонда. И здесь еще есть информация о том, что этот фонд Саудовской Аравии, наоборот, еще увеличил акции компаний, таких как Carnival, то есть, это компания круизного оператора, то есть, это компания, которая наибольшая пострадала от пандемии, потому что мы с вами понимаем, сейчас туризм находится в большом упадке, плюс промоутер концертный, так называемый, Live National Entertainment. То есть, эта компания, она тоже работает в области, так сказать, развлекательной индустрии, то есть, это те отрасли, которые, еще раз повторюсь, наибольше всего пострадали от коронавируса, от тех действий, которые были сейчас совершены и продолжают совершаться. Поэтому, вот что дальше? Получается, что Саудовская Аравия сейчас фиксирует прибыль, по большому счету, надо это так понимать. И есть, знаете, такое сразу представление о том, что есть вероятность, что рынок сейчас будет корректироваться, по крайней мере, я думаю, что вот этот вот фонд, он вряд ли будет совершать какие-то действия, тем более мы с вами говорим о суммах не в 100 тысяч долларов, как минимум, речь идет о миллиардах долларов, поэтому, конечно же, вот эта новость, она должна нами восприниматься как, может быть, не то, чтобы сигнал к действию, но мы должны понимать и вот, как бы, общую картину, представляя, да, что есть определенные риски обвала, потому что просто так акции, вот такими фондами они не продаются. Так, ну и еще у нас интересная новость, которая может в логической последовательности, мы буквально сегодня утром ее с вами буквально коротко обсудили в утреннем обзоре, Россия увеличила вложение в гособлигации США. Вот эта новость, она, знаете, в некоторый ступор меня, по крайней мере, вводит, дело в том, что, во-первых, вот мы сегодня утром буквально рассмотрели новость о том, что промышленность в России показывает увеличение темпов падения, но вот эта новость, которая говорит о том, что в сентябре Россия увеличивает вложения в американские ценные бумаги, доведя их до 5,96 миллиардов долларов, то есть увеличила их с 5,8 миллиардов долларов, но это значит, знаете, это какой-то ступор, да, то есть, с одной стороны, мы понимаем о том, что сейчас вероятный президент Джо Байден, который сейчас готовится занять Белый дом, он будет, я думаю, продолжать риторику санкционную как минимум, но вот это действие, оно в какой-то мере противоречит. С другой стороны, Россия, вложившись, так сказать, вот в ценные бумаги США, ведь по большому это счету мы говорим о том, что Россия на уровне государства закупила доллары, ведь она покупает же не за рубли бумаги в Соединенных Штатах Америки. Покупка идет за доллары США, поэтому когда нам говорят о том, что нужно сбережения свои хранить в российской валюте, да, то есть избавляться от доллара, я думаю, что это, ну, как минимум такое, знаете, лукавство, поэтому все-таки нам надо в какой-то мере повторять за действиями государственных фондов, да, целых, может быть даже государства, и, конечно же, доллары, это как некоторая, знаете, необходимость. Вот пока я сейчас разговариваю, уже российская валюта постепенно остановилась, да, и вот это падение, укрепление пары доллар-рубль у нас немножечко затормозилось, и вот это вот моя идея или предположение о том, что на втором части Мосбиржи вот здесь были покупки доллара, но, может быть, косвенно она пока что подтверждается. Но, друзья, и напоследок вот эта новость, которая может реально обрушить рынки. Дело в том, что напоследок Трамп перед уходом может принять очень жесткие санкции против КНР. Речь идет о том, что Китай для него, это как красная тряпка для Трампа, имею в виду вот этот торговый спор, который продолжался практически все президентство. И сейчас Трамп намеревается ограничить, так сказать, торговлю из-за вот действия Китая в отношении Индии, в отношении Гонконга, Тайваня. Мы эти темы как-то раз обсуждали, причем было время, что мы их очень плотно обсуждали. Но и тем не менее, сейчас вот это действие, вот эти заявления, причем это не только на отечественных сайтах пишется, это пишется вообще-то со ссылкой на зарубежные источники, вот эта информация. То есть, по большому счету, Трамп может под конец подложить, знаете, такую серьезную утку, да, свинью или как-то по-другому выражаемся мы, которая приведет к нервозности на рынках. Потому что любые действия связаны с ограничением с санкциями против второй экономики мира. Это, конечно же, будет серьезный прецедент. И давайте не будем забывать еще о какой вещи. Китай является крупнейшим, вот возвращаемся к этой новости, крупнейшим инвесторам Соединенных Штатах Америки. Он держит госдолг США чуть ли там на триллионы долларов. То есть, Китай много раз говорил и намекал о том, что если будут проблемы, то он просто-напросто начнет избавляться от американских облигаций. И вот здесь действительно начнется очень серьезная волатильность. Короче говоря, вот такая новостная картина на данный момент времени. А дальше как будет ситуация продолжаться, конечно, мы будем следить. Поэтому подписывайтесь на канал, комментируйте. И уже увидимся в следующих видео.